МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Замечайте мелочи. Возможно, кто-то пытается до вас достучаться. А мы, в свою очередь, пытаемся донести до вас полезную информацию. Здравствуйте. Эфир телеканала «Мир Белогоря» продолжает программа «Мелочи жизни». Для начала предлагаю вооружиться блокнотом и ручкой, чтобы вместе с нами составить список важных дел февраля. Записаться на прием к врачу-кардиологу Белгородской областной клинической больницы святителя Ассафа, чтобы узнать о состоянии здоровья сердечно-сосудистой системы. Пункт номер один в нашем списке. Открывают программу рубрика «Будьте здоровы». Современный ритм жизни, стрессы, неправильное питание. Вот вам и инфаркт. Что же делать? Сегодня в Белгородской областной клинической больнице святителя Ассафа разработана программа по ранней диагностике людей, входящих в группу риска. Вместе мы победим. Нет инфаркту. Новый проект стартовал с 12 января этого года. Кардиологический центр Белгородской областной клинической больницы святителя Ассафа предлагает пациентам полный спектр современной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Многие белгородцы уже воспользовались возможностью узнать о состоянии своего сердца. В числе небезразличных к своему здоровью и этот молодой человек. Знакомьтесь, Юрий. 41 год. Женат. Воспитывает четверых детей. Зашел на сайт областной больницы и увидел, что есть такая программа. Позвонил, записался. Утром я к 8 часам приехал сюда, меня встретила медицинская сестра и персонально со мной занималась, проводила по всем кабинетам. В общем, замечательно. Мне очень даже нравится. В удобное для вас время в сопровождении медсестры без очереди вас осмотрит кардиолог, назначит обследование, а по результатам диагностики – лечение. Подробную информацию о программе «Вместе мы победим. Нет инфаркту» можно найти на сайте Белгородской областной клинической больницы святителя Ассафа. белокб.белздрав.ру в разделе «Услуги». Также можно позвонить по телефону в Белгороде 36 00 46. Только представьте, вы за городом. Снег, легкий морозец, вы на лыжах. После прогулки на свежем воздухе вас ждут вкусный обед и лечебные процедуры. И это лишь часть того, чем занимаются отдыхающие в санатории «Дубравушка». Хотите узнать подробности? Смотрите наш следующий сюжет. Спорт – это сила, спорт – это жизнь. Добьемся победы, соперник – держись. Большой спортивный праздник в Карачанском районе. Почти год назад такой старт в «Дубравушке» уже был дан. Произошло это в канун проведения зимних игр в Сочи. Традицию решили продолжить, и теперь такие спартакиады стали гордостью Карачанского санатория и всех жителей района. Вот в такой рабочей одежде было бы совершенно правильно, если бы мы тоже вместе с вами одели бы спортивную форму и стали вместе с вами в команды. Вообще, Дмитрий Иванович, прекрасное начинание. Дай Бог, чтобы оно у вас продолжалось дальше, чтобы была не только вторая зимняя спартакиада, но и третья, четвертая. Я думаю, что это замечательная ступень перед ГТО. Вот мы тут договорились с Дмитрием Ивановичем, что на самом деле все золотые значки из ГТО, ну, большая часть будет именно здесь, в «Дубравушке», правда? Так и будет. Да. Но мы, во всяком случае, так договорились. Спасибо вам большое за ваше начинание. Пусть сегодня победит дружба, потому что главное во всем этом – здоровый образ жизни. Всего вам самого доброго. В здоровом теле здоровый дух – это далеко не пустые слова. Свежий чистый воздух, дубовый лес, мягкий пушистый снежок. Не только отдохнуть душой, но и укрепить здоровье. Маршрут спартакиады состоял из шести заданий. Первый этап – комбинированная эстафета. На втором участники пробовали поднимать гири. Третий этап оказался одним из самых зрелищных – женский дартс. Отдельно проходила стрельба, не обошлось и без творческого представления команд. А напоследок – перетягивание канатов. Ну, какое русское спортивное гуляние без этого состязания. Внимание! Чтобы ощутить атмосферу праздника, быть просто болельщикам мало. Здесь важно участие. С этим согласен и директор санатория «Дубравушка» Дмитрий Захаров. В следующем году пообещал встать на лыжи вместе с участниками. Человек приехал сюда раз, он должен приехать и второй раз. Раз второй раз приедет, значит, должен приехать третий раз. Каждый наш сотрудник нашего санатория, он должен быть прежде всего сам здоровым, чтобы оздоравливать людей, которые приезжают к нам за здоровье, будем так говорить. В этой олимпиаде я не принимаю участие. А вот в следующий, третий, зимний спортивный гуляний, я обязуюсь принять участие лично сам. Ну что же, ловим Дмитрия Захарова на слове. А пока пообщаемся с теми, кто получил свою порцию хорошего настроения, зарядился бодростью и позитивом как минимум на ближайший год. Столько добра, столько задора, столько радости. Я уверен, что подобные мероприятия нужно проводить и не только в Дубравушке, а вообще по всей нашей Белгородской области. Еще хотелось бы, чтобы вот такие мероприятия как можно больше привлекали людей. Возможно подтягивать под мероприятия и школьников, и администрацию. По отдыхающим и по всем участникам соревнований вы увидели, сколько от нас исходит радости, сколько добра и тепла. Немножко, я понимаю, вы нам завидуете, что вы не поучаствовали в этом мероприятии. Но ничего, в следующий раз приезжайте и просто поучаствуйте вместе с нами. Большущие, огромные впечатления, и хочется даже не уезжать, еще маленько погостил бы здесь. Грязи посетил, много ванн лечебных, массаж. Так что все замечательно. Очень редко такое бывает. Тут просто я в шоке. Это очень здорово. Лечебно-диагностическая база санатория Дубравушка – предмет особой гордости здравницы. Грязи лечения, радоновые ванны – методики, не ставшие давно известными за пределами нашего региона. К тому же теперь в санатории есть бесплатный Wi-Fi, укомплектованный по последнему слову техники – тренажерный зал, созданный, к слову, на собственные средства санатория – беговая дорожка, велодорожка, занятия финской ходьбой. Здесь проводится лечение заболеваний органов движения, костно-суставной системы, заболевания сердечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, заболевания почек, эндокринное заболевание, компенсированный сахарный диабет. С разных городов едут к нам, потому что здесь все удобно, все доступно. Обстановка сама располагает к тому, что сплоченный коллектив радушно принимает всех желающих. И поэтому те, кто посетил санаторий один раз, они приезжают еще со своими родственниками. Доброта и отзывчивость, внимание и забота – вот те качества, которые создают особую атмосферу санатория Дубравушка. Потому и возвращаться сюда хочется вновь и вновь. Зимой, осенью, летом или весной. Для отдыха и оздоровления капризы погоды никогда не станут помехой. Всю необходимую информацию о лечении и проживании вы можете найти на сайте sandefisdubravushka.ru или узнать по телефону 58220, код Карачанского района 47231. Составляя список важных дел на ближайшую неделю, обязательно включите в него пункт «Позаботиться о красоте». Я именно так и сделала. Записалась на прием к врачу-косметологу и позаботилась таки о своем лице. Подробности в рубрике «Проверено на себе». Ох уж этот глянец! Какие красотки смотрят на тебя со страниц журналов? Принцессы, да что там, королевы красоты. Лица идеальные, не единой морщинки. Увы, свое отражение в зеркале предательски выдает возраст. Что же делать? Ответ на эти и другие вопросы по привычке ищем на просторах интернета. Мистер Всезнайка советует дамам после 30 омолодиться при помощи гиалуроновой кислоты. Статей об этом чудодейственном эликсире множество. Информация противоречивая. Одни рекомендуют, другие советуют воздержаться. Непонятно. В поисках ответа на вопрос «Быть или не быть?» я решила обратиться к эксперту. Юрий Мезенцев – врач-косметолог, дерматолог, невролог, сертифицированный тренер по мезотерапии, контурной пластике и ботулинотерапии. Юрий неоднократно принимал участие в программе «Мелочи жизни» в качестве эксперта в области бьюти-индустрии. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Юрий. Расскажите, с какой проблемой ко мне пришли? Вы знаете, меня волнует моя носогубная складочка. Она у меня практически с детства, я очень люблю улыбаться, и поэтому она такая ярко выраженная. Хотелось бы с ней что-то сделать. Что вы можете предложить? Ну, само собой, убирать ее не стоит полностью, потому что, естественно, будет утрачена нашу индивидуальность. Но немножко сократить ее, конечно же, нужно. Самым безопасным на данный момент является заполнение складки гелями гиалуронной кислоты. И вы готовы сегодня приступить к этой процедуре? Готова. Отлично. Тогда мы сегодня ее и проведем. Прежде чем приступить к процедуре, несколько слов о гиалуроновой кислоте. Что это такое и с чем ее едят? А если серьезно, попробуем разобраться, в чем ее преимущество. Гиалуроновая кислота – это родной для человека компонент, основное количество которого содержится в коже и суставах. Главное свойство гиалуроновой кислоты – удерживать на своей поверхности молекулы воды. Именно поэтому здоровая кожа и связки упругие и эластичные. Но, к сожалению, с возрастом количество и качество гиалуроновой кислоты уменьшается, а кожа начинает терять упругость, появляются складки. Само собой, совершенно неверно при первых признаках потери упругости вводить в кожу дополнительно гиалуроновую кислоту в больших количествах. Ведь тогда кожа совсем перестанет ее вырабатывать. На начальных этапах косметологи советуют стимулировать синтез собственной гиалуроновой кислоты такими методами, как плазмолифтинг, пилинги, аппаратные процедуры. Но так или иначе наступает момент, когда без уколов красоты уже не обойтись. На самом деле существует три основных вида гиалуроновой кислоты. Существует маленький молекул гиалуроновой кислоты. Этот препарат служит для быстро увлажнения кожи. Используются инъекции на основе этого препарата, так называемые коктейли. Они используются для инъекций по всему лицу и быстро увлажняют кожу. Процедура используется для достаточно молодых пациентов, начиная с 30 лет. Следующий вид гиалуроновой кислоты – это более длинные молекулы. 2-3 миллиона адальтон. И они уже увлажняют кожу, но на более длительный срок. Процедура называется биоревитализация и уже используется в более старшем возрасте, начиная с 35-40 лет. И существуют самые длинные молекулы гиалуроновой кислоты. 2-3 миллиона адальтон, сшитые между собой поперечными связками. Это уже гели гиалуроновой кислоты или так называемые филеры. От английского «to fill» заполнять. И вот как раз филеры используются для заполнения складок, для наполнения объема губ, для наполнения объема скул. И, собственно говоря, в этой процедуре сегодняшней мы будем использовать филер на основе гиалуроновой кислоты и уберем в Юлии носогубные складки. Надо сказать, перед процедурой очень волновалась. Себе не могу объяснить почему. Уколов не боюсь, врачу доверяю, самочувствие хорошее. Оказалось, беспокоилась зря. Сначала доктор делает анестезию. Наносит специальный крем. По ощущениям, легкая заморозка. Прошло 15 минут, кожа заморозилась, и мы готовы к процедуре. А вот и самый ответственный момент. Аккуратно, быстро, а главное, практически безболезненно. Теперь понимаю, почему мои знакомые, которые уже делали эту процедуру, говорят, что у доктора золотые руки. Всё, мы провели манипуляцию. Сейчас через 5 минут будет всё готово. Через 5 минут результат налицо. Или на лице. Судите сами. Ещё пару минут на разъяснение, что можно, а чего нельзя делать после процедуры. К примеру, в течение двух дней не рекомендуется загорать, посещать баню и сауну. Для наглядности памятка. Вот и всё. Пункт «Позаботиться о красоте» в моём списке можно вычеркнуть. Но уже на следующей неделе нас с вами ждут новые открытия. Купить шубу со скидкой. Пункт номер 4 нашего списка. Где, когда и какую расскажут эксперты новоторжской ярмарки. Спешите за шубой на новоторжскую ярмарку. В Белэкспоцентр с 4 по 8 февраля. На новоторжской ярмарке праздник шуб и дублёнок. Тысяча готовых изделий. Всё из натурального меха. Размеры от 42 до 60. Для вас дублёнки, шубы из мутона и норки. Цены на новоторжской ярмарке выгодные. Мутон и нутрию вы купите от 16 тысяч рублей. Хотите низких цен на норку? Пожалуйста! Норковые шубы фабричного производства от 79 тысяч рублей. И это ещё не всё. Вас ждут новинки меховой моды. Красивые норковые шубы в традициях русской школы шитья. Мех качественный. Гарантия до года. Кредит. Берет в подарок каждому покупателю. Радуйтесь зиме в новой шубе. Ждём вас на новоторжской ярмарке в Белэкспоцентре с 4 по 8 февраля. Сам себе дизайнер. Так можно назвать наш следующий сюжет. Записываем в блокнот. Купить трафарет и краску по ткани. Зачем? Сейчас расскажем. Сегодня мы будем декорировать джинсы любимые. Для этого нам понадобятся трафареты, которые можно купить в магазинах декоративно-прикладного творчества. Палитра, краски, поролоновые валики, чтобы набить рисунок на ткань. Берём трафарет. Выбираем местоположение и фиксируем его, чтобы он у нас не сдвинулся в процессе окрашивания. Фиксируем наш трафарет с четырёх сторон. В зависимости от того, с какой одеждой мы будем носить эти джинсы, с какими разнообразными кофточками разных цветов, допустим, выбираем любой понравившийся цвет. Мы выбрали зелёную перламутровую краску. Наливаем её в палитру. Краску не разбавляем водой, она должна быть консистенцией, как сметана. Для нанесения краски на ткань, на наш трафарет, мы берём или поролоновые кисти, которые продаются в магазинах, или нарезаем дома поролон. Смачиваем кисть в краске и промокаем, чтобы краска не растекалась у нас на ткань. Наносим краску уверенными движениями на весь трафарет. Первый слой у нас может быть тонкий. Для чёткости и яркости рисунка можно нанести краску в два-три слоя. Для рисунка мы используем акриловую краску, которая со временем не стирается, выдерживает стирки и является долговечной. Для ускорения процесса нужно подсушить. Краска высохла. Снимаем трафарет. Основа нашего рисунка готова. Теперь мы можем довести наш рисунок до совершенства с помощью контуров для ткани. Берём жёлтый контур по ткани и выделяем серединки цветов точечными движениями. Теперь можно выделить листики у наших маков красным контуром. Совершенно произвольными движениями там, где вам нравится. Дополнительно очерчиваем наши листики более тёмным контуром. Можем дополнительно где-нибудь нанести как имитацию, допустим, мросинок, жемчужинок. И сушим. Так как контур сохнет дольше, чем краска, мы должны отложить изделие на полчаса до его полнейшего высыхания. Наше изделие готово. Вот такой замечательный рисунок у нас получился. Такие же рисунки можно наносить на футболки, фартуки и другую красивую одежду. Вот и всё на сегодня. Съёмочная группа тележурнала «Мелочи жизни» прощается с вами ненадолго. Уже в следующий четверг, 12 февраля в 20.00. Мы вновь перелистаем страницы тележурнала, поговорим о красоте, здоровье и уюте в доме. А я напоминаю, если вы хотите стать героем нашей программы, рассказать о своём товаре или услуге, звоните к нам в редакцию по телефону в Белгороде 584-404. Также все выпуски программы вы можете найти на сайте канала www.mirbelogoria.ru в разделе «Телепроекты». Здоровья, удачи и процветания вам. И до встречи на телеканале «Мир Белогория». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова